Ваш дружелюбный сосед Фарадей Меня сразу закроете в тюрьму Или будете как-то еще издеваться И забьете, может, в своем полицейском участке? Меня предупреждали, что в Америке Все быстро делается, но я не думала, что до такой степени Что-то они говорили Крабить ферму Чего? А поточнее Ну не знаю, вон они уехали туда И просто все, последние слова, которые я от них услышала Они мимо проезжали Грабить ферму Брат, давай, тащи Все, да? Грабить ферму, господи Почему каждые люди, которые приезжают сюда кучей и в черных плащах Всегда оказываются грабителями фермы? Это еще одно ваше развлечение Ага Американское Называются преступники и полиции И... Фермы Фермы Фермы, да Ну вот, а тут я со своими экспедициями Понятно, чего вы так недовольны Мистер Флеминга не видели? Видел, да Они туда пошли Вот он вас искал Спасибо А... Это... А... Мистер, кажется... Денег? Да Да А, кстати, мистер Кассати, вот держите ваш Да, я забыл А... Учитывая, что... Боуман Все Чуть больше Я понял, да Угу 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 Да Пока преступление не совершено, соответственно, они не могут быть наказаны Согласен, согласен Согласен Хорошо, ну тогда просто держим их на карандаше Да Да Запомните, как они выглядят и описание Запишитесь им где-нибудь Да Хорошо Хорошо Все Да, все добро Да, мисс Мы... Барна 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 Барна, а можно у вас спросить? А? А это насчет тех подозрительных мужчин вы спрашивали? Да, там мисс Водсон слышала, что когда они уезжали вот отсюда с этого места и поехали в сторону стройки, они сказали, что что-то по поводу ограбления фермы А мистер Флеминг слышал, что они говорили по поводу законников, которые не высовывают из города Иду я за конем и съезжу на ферму Будь осторожнее, мистер Косли Ясно, ладно, спасибо, мистер Фарда, если что-то ищите меня в салоне Хорошо Мистер Флеминг, нужно забыть за этими проследить, да, вот этими? А, кстати, пойдемте, у меня есть информация Посматриваю за ними В салоне много чего вынюхивали по работу Кто по деньгах, скажем так? Да, и по поводу этого Мне мистер Найт рассказал интересную информацию касательно банды Сен-Луис Сен-Луис это та банда, с которой предположительно связан загадочник Да, я помню Банда Сен-Луис сейчас... Помните, здесь ходил одноглазый такой или какой-то охотник высокий И потом темнокожий парень, афроамериканец, какой-то вот Найс его называет себя И красотка Да, мистер Найса я даже очень неплохо знаю, я бы сказал Ага И действительно показания Дунканомился Потому что он знает их как кайса и банда Сен-Луис Интересно Я, пожалуй, возможно смогу вас добыть нам показания еще одного свидетеля Прекрасно, мистер Фремми, тогда давайте Упасаемо тока мистера Найса Договорились Хорошо, тогда вот это вот я вам рассказал, завтра еще тоже обсудим Договорились? Да, 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 конечно Все хорошее А с Беспалом Джо точно закончили? Это точно был он? Да, да, он помер и нож мы отдали у Витана Полиции Все, тогда это дело закрываем и все, что я на записал уничтожаю Да, да, Джо Беспалу Джо, все Хорошо, так, ну, будем о вас Да, мистер Фремми, спасибо А, кстати, мисс Вотсон, мистер Флемминг Вот, мистер Флемминг, мисс Вотсон ищет своего отца, который пропал в Blackwater какое-то время назад Год назад, не в Blackwater, он пропал в экспедиции, с Blackwater он туда выехал Ну, я, да Ну, я, да В общем, мы будем этим тоже заниматься, мистер Флемминг Да, хорошо, помогу, чем смогу А, простите, вы мистера Кэссаде не фитилим Он поехал воевать, обследовать фермы, которые предположительно будут ограбиться Ау, то есть корм для лошади я не куплю, ладно, спасибо Ну, подождите, может, приедет Благодарю Ну, вы запомнили, да, мистер Флемминг, тоже наш человек Да, мистер Флемминг, наш человек, а вы любите барбан Уф Я поняла Схватывайте на лету, спасибо Так, ты, 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 ты Мистер Фард, я, что какая-то по наших людей, знает это мисс Про наших и таких Ну, рассказали, что я свой человек, она знает, что вы А, нет, нет, и просто капитан полиции сказал, что я ей помогу в этом А, всё, я понял Ага, а я сказал, что вы просто доверен Всё, 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 да, я просто желаю помочь Да, 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 да Вы тоже любители барбана, может быть, и может быть, Рома Угу Я мама тоже ещё Сержант 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 По поводу пацана Как тебе зовут, кстати, пацаны Итан Сержант мой папа теперь По поводу Итана, смотрите, у него и родители живые, здоровые Но, и Итан Я знаю его родителей Так пойдёмте с ними, почему мы с ними не поговорим, чтобы они дебили пацана Понимаете Что? Ты сам ему скажешь Я считаю Мы не можем влезть в воспитание детей, вы понимаете? Ну, полиция не может иметь в виду Мы не можем, нет Вроде не вы, не я, мы не можем Мы не имеем это право Родители имеют право воспитывать свою гляжу так, как они считают нужным В этом и суть А, да, я забыл, что вы такое, да Что? Ничего Да нет, это Вы понимаете, это закон только Да я понимаю Просто Да я не говорю, что приказать ему что-то Просто Поговорить с ними Папа, немедли давай это Все, хорошо, тогда Сержант Хиггерс твой отец Прекрасно Мистер Фарадей Что вы? Мистер Фарадей, не хотите быть вторым папой? Папой Нет, это перебор, мне кажется Я буду Потом Как-нибудь Может Братом Или дядей Крутым дядей Я подумаю, кем буду, хорошо? А вот твой отец пришел Вот вы воспитываетесь теперь Да я не Я не его отец Вы его отец На рыбалку, папа Да, идите на рыбалку Поймем Поймаете ли еще? Я еду к своей лошади Зачем? Куда вы собираетесь? Отдыхать? С чего это вдруг? Я поработал сегодня Заработал бутылку бурбона Вам стоит бросить пить? Вам стоит похудеть Вам стоит Стать красивее Как были уродом Вам стоит Нужно Уродливее Вы слишком красивы На следующий день Добрый день Всем Добрый день Здравствуйте Добрый Добрый Уже если я был бы Непотрясительный расслаблен Добрый день Ого Ну Про город Вам может рассказать Любой другой Как у вас дела? Мисс Келли? Мисс Макаллистер? Отлично Скажем так У меня просто Вижу очень многое Ну отлично А к спиной кто ко мне Это мисс Уотсон О Добрый день Мистер Фарадей Да Мисс Уотсон Здравствуйте Вы написали то что хотели написать? Да Написала Мне пришла телеграмма Что мой багаж Должны скоро доставить И будет фотография Ага Тогда можете дать мне то что вы написали? Я пока изучу пока Ау Да Сейчас Где-то здесь был Я написала так же как писала капитану Да хорошо так спасибо Так пойду изучу Да если что я пока буду тут Договорились Договорились Ага У меня застепленное положение На котором он написал в письме Также из письма мне стало известно Что в экспедицию он отправился В сопровождении четырех человек Охрану спустя два дня После того как написал письмо В сопровождении флака Эрнандес Начальник охраны Марко Драгич Элджинон ВОСП Вот А ВОСП наверное Не ВОСП Вин этот Парящий орел Проводник Дед всегда перед началом экспедиции Любил делать фотоснимки команды Приветствую Фарадей О мистер Найс здравствуйте Как ваши дела? Вы потихонечку Это хорошо Маловероятно Что может быть лучше с утра Чем стаканчик Рома Согласен Но лучше бурбона Ну если хотите Могу и налить Ой нет спасибо Пока нет Чуть позже Не надо Так что они нахрен умерают Сразу же С переломом шеи например Добрый день Добрый Если выживаться Речка больше не входит в зону карантина Прекрасно Наконец-то приятно Что за сбор? Зона карантина Здрасьте мистер Фарадей О здрасьте Уменьшают Ого Можете листовку прочитать Да вот я взял Да Ага Мистер Фарадей Я смогла забрать То что вам говорили Ага Тут как раз человек Который может нам помочь Мисс Вуд Вы здесь еще будете? Да А ну я пока здесь Давайте Отвечаю Вот Только Пожалуйста Не потеряйте ее И не она дарит Не пойдем все вместе с вами Пойдем все вместе с вами сейчас Мисс Вуд Мисс Вуд Мисс Вуд Мисс Вуд А а а Что 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 Здрасьте Здрасьте Еще раз Есть одна фотография Предположительно Вы сделали либо вы ее Либо ваш отец Вот Можете на ее посмотреть Ааа Хорошо Эта фотография была сделана в Лондоне В нашем поместье Но вы Вы же пишите Что он сделал фотографию В звезде какую-то Он Да Тогда Да Другой тогда вопрос сейчас Может быть припомнишь Он мог Сделать фотографию Он имел такую привычку Перед началом экспедиции Всегда делать фотографии А эту фотографию я взяла Чтобы было его лицо Пишите Посмотрите Не узнаете что такого Никто у вас не Давайте посмотрим Да Где-нибудь Подальше Да Ну это было год назад Я не думаю что Хотя Отец Не пятный человек И допомнить его Он мог быть С Группой людей Что-то знакомое Давайте Пройдем тогда В студию Я открою свой Альбом Мне кажется Я поняла что Это было В 1907 году Ну да Я И тогда Помогала отцу И он Мистер Фараде Вы говорили Что вы не детектив А у вас Вот какие Полезные знакомства Ну То что мне полезные Законства Знаешь что это Все таки Мистер Фараде Просто очень Любвеобильный Любвеобильный? Что? Ну в плане Это Как это Как это сказать Люблю помогать людям Дружелюбным Дружелюбный Да Ну и Да Наверное Ваш дружелюбный сосед Фараде Так Не то Не то Нашла Что это похоже Правда? Сэр Сигарой Еще каких-то Четыре человека Они просили меня Сфотографировать их Напротив салона А может Фотография Подписана Отца звали Бенджамину Уолл Вотсон Вотсон Ну да Обычно Мы подписываем Фотографии С их именами И изображениями Будет проще Найти И Хоть еще какую-то Информацию Девятьсот седьмой Год Салон Блэкватера США Экспедиция Бенджамина Уокера В принципе все что здесь написано Вокер 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 Бенджамин Уокер Вокер А может Можете показать тогда Может быть узнает Может быть он представился другим именем здесь Не знаю Может там чернила поплыли А сейчас Ну да В принципе не разборчиво сейчас Ну наверное это похоже на На Ну Знаете Наверное вам лучше самим посмотреть на это Да Мисс Водсон Подадите посмотреть на Вокер Пусть посмотрит тогда А да Прошу Да Это мой отец Угу Так Скажите Миссу Мы можем купить вас эту фотографию В принципе у меня есть еще одна копия Поэтому думаю да Мисс Водсон За сколько А у меня сейчас наличных нет я чек могу выписать На три доллара У меня есть три доллара давайте Хорошо Хорошо Если я смогу вам как-то помочь я вам помогу Да нет нет я вам просто Выпишу чек Я уже заплатил три доллара Да Благодарю мистер Фарадей Да Дайте мне фотографию тоже пожалуйста Миссу таза с той коробкой ничего нового нет 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 она полностью пустая там даже механизмов нет Ага Хорошо Я вообще очень удивилась Что там была вспышка это Что там нет механизмов А Мисс Там были обычные петарды мне кажется Мисс Водсон Можете подождать немного Вот Да Хорошо конечно Спасибо Слушайте у меня такая мысль появилась Когда вы открыли эту коробку и там была вспышка Сразу началась гроза А до этого когда была гроза я находил записку в которой было написано Ну как тебе погодка Человек умеет может быть скажите Человек может управлять погодой и молниями Не думаю Ну В принципе думаю электричеством там можно вроде бы были какие-то эксперименты Ага Чтобы управлять погодой Единственное что мы можем в плане управления погодой это наверное громоотводы ставить на дома и все Так значит кроме громоотводов ничего не в силах сделать Ну я Мне кажется да так я не знаю не то чтобы я в этом сильно разбираюсь в погоде явно не мастак Понял спасибо не суд спасибо Если Может быть не знаю есть поверье то что там шаманы индейские Ну вряд ли наш загадочник шаман Может быть Хотя я не то чтобы много индейцев знаю Да я тоже Мы не должны забывать о том что скорее всего это человек которого я когда-либо знала Или я с ним знакома Я это постоянно кручу в голове и я не понимаю Ну то есть Ну вот я тоже Как Как Тем более когда вы говорите что у вас не было именно друзей таких И не росли ни с кем Ага Может у вас брат был Если друзья то только девушки А брата не было у вас брата Ммм Я же говорю если бы у меня был брат то скорее всего это был он Ну может быть вы знаете Вы не помните а он как то куда то его Вас разделили Ммм Ну тогда почему я Да я понял Думала о том что его повадки мне знакомы Да непонятно Ладно Попытайтесь вспомнить пожалуйста Да я тоже пытаюсь Я пытаюсь Я думаю только об этом Спасибо Вы надумали насчет фотографии? Да Да но сейчас только дело что точно не сегодня Понимаю Ну я да 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 надо разобраться со всем и когда будет поспокойнее я обращусь А вы только не забывайте Конечно 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 Как у вас много клиентов? Ну так скажем не бедствую А ну отлично Да Только вы не видели миссис Портер? Она уехала У меня до сих пор ее фотография фотографии ее брата А ну они вроде как в Роуз В Роуз они поехали вроде говорили А адрес не говорили я могла отправить по почте Они могли сказать может быть мистеру Кэссиди адрес Вот Хорошо я тогда поговорю Потому что у меня до сих пор фотография ее брата которую они не забрали оплатили Угу Так они пришли Понял Ну да попробуйте узнать у мистера Кэссиди Может быть он в курсе Угу Вот спасибо большое Спасибо И вам До свидания До свидания До свидания Так Фотография Ну что вы думаете по этому поводу Сейчас надо посмотреть внимательно Это он где он один стоит это он у вас дома да? Да это старая фотография из поместья Буквально за полгода от того как он уехал сюда А там не подписаны имена его спутников Может станет понятней так так кто где 2 октября 1907 года Blackwater США экспедиция бенджамина У Уотсона Так Ну Среди него был мексиканец Ну Скорее всего это тот кого он в письме называл Эрнандесом Ну да Выглядит он конечно как будто бы хочет его ограбить Ну Могло и такое случиться я ничего уже не исключаю Здравствуйте не помешаю Здравствуйте мистер Филоменов Да нет Мистер Фардо и нам надо чуть-чуть попозже с вами поговорить Хорошо тогда Кажется появилась работенка Хорошо когда сейчас или попозже Как только вы договорите я буду идёт около сала А ладно я подойду хорошо спасибо Может в городе кто-то про них что-то знает Надо будет фотографию показать я покажу да людям Может быть кто-то видел А где фотография сделана вы не знаете это место Салон Blackwater вон Ага Может Главный вход Где-то там комнату снимал Может быть Можно у миссис Клава спросить А я слышала что вроде её работники говорили что она уехала на несколько дней А да точно Здравствуйте сержант Скажите вы не видели этого человека вот эту компанию людей Какую я дать посмотрю Было в октябре 1907 года 1907 года Оооо Сейчас Сейчас Ой Не припоминаю Подождите Стойте На короче это индейец Я могу так сразу сказать честно говоря В голову резко ничего не лезет Ну что-то У нас просто Гражды бывают компании Но вот этих двух Центра я Хорошо запомнил Один такой вот Чудаковатый был Тот что слева Такой Мексиканец? Или в центре? Нет В центре слева вот Который Бородатенький такой еще Руки в боке А с сигарой? А с сигарой такой Более Такой У него Какой-то вот Видел я их здесь Но я Честно говоря Не очень помню Не могу сейчас вам сразу сказать Кто это И куда Я помню Вы подумайте Определенно точно Определенно точно Я их здесь видел Особенно вот С мексиканцем Мы сталкивались Случайно В переулке Прям вот нос к носу Он вышел Из переулка Я туда заходил Был Это лицо Я запомнил А Я думаю Если мы Найдем хотя бы Одного человека Из этого Снимка То он сможет Прояснить ситуацию? Слушайте Слушайте Если хотите Давайте Я Отдам вам Вашу Я Попробую Повспоминать Я Честно с Мой память Я Я Всегда помню Как вас зовут Ваше имя Да все в порядке Поэтому У меня Будет сложно Но если вдруг что Я Ну получается У вас Попробую Найду Да И Лили Вот Тогда Надо будет Расспрашивать Если Миссис Клауд Нет А вы говорите Что она может помочь Придется только ждать Да Потому что здесь все остальные люди Они Вроде Только вот недавно приехали в город Относительно А может Мистеру Гальяна что-то известно Вот Думаю Сейчас спросим Мистер Гальяна Добрый Добрый Скажите пожалуйста Вы никого не Не узнаете На этой фотографии Вот Сэр Вот Ничего себе У вас тут Мистер Гальяна Наверное Вы можете пожалуйста Завернуть Мне с собой Как-нибудь Дереберь Ассистент Я вам доплачу Дополнительно Пять долларов Если вы приобретете Где-нибудь Там не знаю Бумагу Что-нибудь Так Секунду сейчас посмотрю Есть тот самый Мистер Гальяна? Да Почтен Что вы будете с ним говорить? Конечно Прошу Ожидаем Спасибо Извините Сэр Извините Простите Сэр У нас тут разговор Не можете не отвлекать Пожалуйста Спасибо мистер Миллс Отойдите пожалуйста Хорошо А сейчас попозже подойдет Да сейчас мы с вами поговорим Сейчас Мистер Гальяна вспоминает Я сейчас подойду Буквально пару минут Стремился Давайте с вами отойдем пожалуйста Давайте с вами отойдем мистер Фарадей А можно мы с вами отойду Ну для начала Гутен так сэр Да да здрасте Так Скажите пожалуйста Вы Откуда вы знаете что Так называемая красотка Которая здесь бывает Так же мистер Найс И их друг большой Похожий на охотника С одним глазом Что они из банды Сен-Луис В смысле сэр Я никогда такого не говорил Вы не говорили Но вы Мне уже все Все доложили Мне сказали что вы с ними Контактировали И у вас есть шанс Либо оставаться на свободе Либо сказать откуда вы знаете Что они Сен-Луис И какие у вас с ними дела Сэр я не знаю кто вам такое сказал Но я никогда не имел дел С этими людьми Сэр У вас есть время подумать Может быть вспомните О Прекрасно Сэр А вы меня сразу закроете в тюрьму Или будете как-то еще издеваться и забьете может своей полицейского в своем полицейском участке Нет Я не полицейский Но если вас уличили Есть ветер Который узнает что вы с ними контактировали И Поэтому если вы не подтвердите Ну Не опровергнете Или Не признаетесь То вас сдернут наверное Как вчера вы сдернули полицейского Что Прекрасно 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 Сэр Да это я А держите обратно фотографию В общем я посмотрел Честно сказать сейчас вспомнить не могу Но одно лицо мне знакомо Какое? Ааа Который вот человек во фраке посередине с усами С С сигарой? Да я уже не помню честно говоря Что там на фотографии Ну скорее всего это мой отец Видимо он тоже в банк обращался Сейчас минутку Вот этот вот Смотрите-ка Это он один тут стоит Да Да Ага Понял Хорошо Так если что-то вспомните пожалуйста Либо мне либо мисс Вотсона сообщите пожалуйста Либо Ну в общем да Просто позовите нас Мы подойдем Да господа Я вынужден вас предупредить о том что Ситуация так скажем На бирже Не очень успешная И если мне сегодня никто не поможет все-таки С транспортировкой инвестиций в Синдонии Я думаю что в скором времени мне придется Закрыть банк в Лаквотере Сэр вы по этому полудугрыше поговорим Вы чё это Тут боюсь я ничем не помогу Мистер Гальяно Да Хотя было бы интересно попутешествовать Вы говорили по поводу транспортировки чего-то из этого города в другой? Да Прошу представиться Меня зовут Дункан Милс Это Хозяин И Так сказать владелец компании Пройдя в тебе банк Да Да Не Для Разговоров Так Мистер Фарадейд Какие дальнейшие наши действия Тут был Мальборо где-то Он тоже давно достаточно давно в городе Сейчас Сейчас Я предупреждали что в Америке все быстро делается Но я не думала что до такой степени Вы прям действительно знаете свое дело Мистер Мальборо Я мимо него каждый Мистер Мальборо Здравствуйте Здравствуйте Мистер Мальборо Боже что вам везло Но тут А да Мистер Мальборо Извиняюсь Да 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 Скажите пожалуйста Вы же В городе живете давно достаточно верно? Ну да Что Могли вы посмотрите две фотографии Может быть кто-то из них вам покажется знаком Давайте О а я могу взглянуть Вот держите Да конечно Тяжело сказать А что это за люди? Один из них Ну в общем мы хотим понять Видел кто-то их или нет Знакомы или нет Они пропали Я Таких честно Не припоминаю Хотя вот этот справа я вроде где-то его видел Который вот В костюмчике Таком с шляпой С цилиндром Ага Ага Ну когда изглянуть? Ага Ну когда изглянуть? Ага Ну когда изглянуть? Ага Ну когда изглянуть? Можете Можете Может быть Подумайте Может быть Вам станет Вспомните Кто это? Где и прикинье Там Нужно найти Этих людей А Может быть Вам имена скажут О чем-нибудь Флака Эрнандес Марко Драгич Элджердан Восп Восп И парящий орел Индейцы Слушай Если я Вспомню Вот Где я Вон того Парня видел Ага То я тебе это сообщу Хришу Да хорошо спасибо сэр Спасибо Не отвлекаем больше Спасибо Угу Вот Закон Моя лесу Где-то ей люди По